Ну что же, всем привет, с вами, как обычно, Дмитро, и начинаем с вами по результатам народного голосования выполнять ачивочку Мэр Нострум за Византию. Ну, партия так-то полноценная, до 1821 года будет, но просто Мэр Нострум займет очень-очень-очень-очень много времени. Вполне возможно, что как раз где-то до 1800-х годов. Да, поэтому погнали. Сразу погнали, потому что, может быть, мне придется это переснимать в ряд раз. Да, потому что Дед Ксултан не такой козел. Перемирь с Кироманом у него, перемирь с Кироманом. Со мной, короче, ни хрена нет у него никаких перемирий, так что в любой момент захочет напасть. Козел! Возьмется задание, самый желанный в мире город, и все. Тут вон 13 тысяч уже стоит. Смерть Мэр хочет. Так, ладно. Значит, что сначала сделаем? Слишком мало соперников. Не любят нас сербушки и генуэсты. Ну, генуэсты, они ничего не сделают, тут не доберутся. Вот эти сербушки, в принципе. Так, соперник. Мы можем забить как раз Сергию, Гену и Дедику Султана. Дедику Султана забить. Вот это веселухо. Но вообще, это нам бы пригодилось. Знаете почему? Потому что, если Дедик Султан не нападет в первые пару месяцев, то засоюзиться с поляком, засоюзиться с австрияком будет не проблема. Плюс нужен Дядька на депрепутацию нам, советник. Скупанский с два. Вот нормас. Депрепутация. Ей, депрепутация. Так, задание надо, кстати, еще будет выбрать себе какую-нибудь. Депрепа, опять же. О, депрепа надо. Надо бы стабилить. Или же вернуть Грецию. Ну, слушай, мы можем вернуть Грецию, теоретически. Так, что там надо? Янья, Техала, Салоники. Кесарье, это где? Кесарье. А, во-во-во. Так. И что еще? Неграфонт это. Ой, Неграфонт это что-то. Венеция. Это мы еще не скоро выполним. Я думаю, что это задание еще появится у нас. Давай, наверное, Афинами сначала займемся. Добавлю это задание. Так, 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 так. Советника мы наняли. Споря о порядке наследования в Австрии. Не все луха, однако. Прикаляйте Австрию, упадет в буню кому-нибудь. Такое случается иногда. Так. Так. В общем, надо попробовать забить дядюшку Султана в соперники. Надеюсь, что не будет ничего страшного, если мы его сразу забьем. Так. Давай. Сербия. Генуя. И Османский империя. Дядюшек-дипломатов кидаем в Австрию. И вот сюда. Так. Наши не надо сделать дружелюбное здесь. И здесь тоже. Ну, поехали. Так. Скорость сделала. Вменяемый. Если он не нападет сразу, то, я думаю, будет нормально. Польша выбирает. Нам нужен Егелон. Все как надо. Идет пока. Тут враг врага. Не забываем. Тут у нас... Ой. Тут у нас тоже враг врага. То есть улучшить отношения можно будет не на сотку, как обычно, а на 120. Что больше шансов нам дает. Главное, чтобы мой милый друг Османистый не напал. На нас с вами до того момента, как мы получим отношения. Нормально. Ну, дядька Султан взял себе другое задание. Его интересуют госпитальеры. Ой, господи. Что это у них на башке? За ведро. Ну, ладно. Это еще куда не шло. На нашем прибережье был совершен рейд. И дичь. Деньги у нас стылили. Так. Сколько надо будет с Австрией и всеми остальными союзами-то? Так. Зеная сила и другая религия. Ну, в общем-то, можно будет союз и здесь, и здесь допилить. Ну, их надо одновременно сделать, не забываем это. Надо постараться сделать одновременный союз. Потому что одна Польша с Литвой, они... Дядька Султан меня предупреждает. Но я и не собираюсь ни с кем-то воевать. Так. А вот это плохо. Главное, чтобы он не напал сейчас. С Австрией немножко осталось. Нашения подтянуть? Брак никак пока, да? Польшей чуть-чуть надо потянуть. Фамильный секрет. Слушай, имеешь в виду? Гена, наверное, нас нахерачила кучу всего. Но мы ждем пока. Просто ждем. Так, все три в машине. Так, Австрия. 49-70. Пока ждем. Ждем, ничего не делаем. И напал на нас дядюшка Султан. Окей, переигрываем. Так. Главное меню. Так. Расклад очень хороший. Надо сейчас в секундах шпионаж только забабахать. И у дяди Султана, думаю, не будет никаких шансов на нас с вами напасть. Ну или шансы будут, но меньше. Меньше шансов будет. Сейчас будем на сайте 4. Сейвы. Сейчас подменю сейв. Так. Вот этот вот очень удачный расклад выпал мне. Сейчас. Уберите. То есть, опять же, повторим все те же действия. Главное только, чтобы у поляка литовец выпал. У нее. И все отлично будет. Так, так, так. С Австрии отношения подтягивать сразу с Польшей. Отстанье отношения. Советник на дипрепу. Задание. И соперники. И соперники. Так. 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 Ну что, ждем. А, стой. Что, ждем? У нас еще один дипломат есть. Который должен будет сейчас, как-то шпионаж устроить. Так. А теперь поперли. Так. Ну, дядьки Султана нет претензий изначально никаких. Так что. Пока он к нам никак не сможет. Тут ступица. Так что, все окей будет. Предупреждает дядюшка Султан. Опять берберские пираты. Веселяться. Дядька Султан напал на убавление. Вот и отлично. Нам нужен егелон. Так. Главное, чтобы дядька Султан не психанул. На нас-то еще не напал. На Ахею. Претензию бабахнул. Больной ублюдок. Ладно. Бродиан не должен. Начинать с нами войну пока. Так, стой. Денежки. Что у нас с денежками-то? Между катик. Почему у нас между катик-то? Кроме никак. Скринь коррупции, содержание армия, флот. Крепостное содержание есть, да? Можно убрать их пока, наверное. Особо. Особо пока никто не трогает. Так. Мой милый дядюшка Султанушка. Который я так люблю. Так, с Австрией. Еще пока никак не получается. Кстати, уже дядька Султана можно контр-шпионаж ему не делать. Большой балл в столице. Престиж. Давай престиж. Я думаю, один займ мы в любом случае возьмем. Польшин Союз согласна. Австрия. Почему нет? Потому что Гладиолус. Ну окей. Тогда ждем еще немного. Эпост. Минка, как знаю, непрестижный. Престиж нам важная вещь. Дядька Султана Гресса. Так что сейчас жопа будет. Албания. И нам, возможно. Нам надо чуть-чуть дотянуть. Сколько там еще? Получше наше у нас на сколько? На 72, да? 60-70, видите? То есть нам капельку буквально. Чуточку. Надо туда ждать. Священники набирают силу. О, 62, да? Настошение лучше на 77. Чуточку и капельку. Султан. Главное, чтобы не напал сейчас на нас. Только 63-70. Еще отношения. Надо верить и надеяться. На светлое будущее. 91. Официайз. 63-70. Так, австрияк. Подлый. Надо тебя стараться засоюзить. И поляка, и австрияк одновременно. Так. А брак можно? Тоже никак пока, да? Так, уберу из Польши. Какой дипломата. Потому что опасная ситуация. Очень опасная. Австрияк нам нужен. 63-70. Мы соперники. Дипа репутации. Надеяние силы. Другая религия. Интернет. Нашествие между границами. Это все, что им не нравится. Так. Так. Хорошо, мы можем. Сколько? А. Мы же не можем проверить. Даже. Печалька. Сколько там в машине, значит, подтянуты? 83. Надо подтянуть нам еще 8 показателей. 8 показателей. Надо подтянуть нам. 85. Ну-ка. Сколько увеличилось? И увеличилось ли вообще? Да нифига не увеличилось. Нифига не увеличилось. Султан может сейчас психануть и напасть на нас с вами. Да. 64. То есть. То есть где-то 4 у нас прибавляет единичку сговорчивости. Осталось. Он на 3 только прибавит. В общем, надо подарок отправлять пестрияку. Сейчас займ возьму. Экономика. Ой. Слушай, это пипец будет. Займы же небольшие тут. Нам надо бы хотя бы соточку займ просить. Да. Можно было бы и без займов. Кто там? Венгрия есть. Видите, еще. Просто мы не враги врагов. У них и там будет сложнее, что ли. С этим потом разбираться. Так. С Австрией. И на брак, в принципе. Тоже не очень пока. Доступа. Шурок. Я не... Не, ничего толком пока. Не сделать. С пестрияком. Чувствую. Совсем не хочется, наверное, дружить. Шестеру надо прибавить. А мы не сможем шестеру прибавить. Не, можно войскам клепать. И флот. Дяденька, султан занят Сербией в данный момент. Так. Афины. Мы их могли бы в состав сразу присоединить? А не можем предложить им до 2004 года. Так что, типа, рипа мы не смогли бы подтянуть. Окей. Оби. Ждем. Тогда еще. Австрия. Это моя Австрия. Мы соперники. Блин, не чувствую. Чувствую, подстава будет с Австрией. Польша и Литва тоже хороший вариант. Но они сейчас кое-кем другим занимаются. Им будет не до нас немного. В этом есть своя доля неприятностей тоже. Ладно, буду чекать постоянно. Проверять. Как, что. Может она передумает. Нет, придется, наверное, займы взять. Немножко мнение потянуть. С Австрией. Ну тогда мы слегка и окупиться сможем. Главное, чтобы не как в этом было. Как в Ярославской партии. Так, два займа взял. Как подарок австрибитствует. Нельзя испытывать дефицит из-за займов? Мать. Почему нельзя? Почему, блюдки больные, мешают нам подарок? Так. Сейчас. Если мы вот так немножко сделаем. Можно? Экономика отправить подарок. Нельзя. Это все из-за займов из этих срам. Ну нет, деньги мы хоть себе взяли-то. Ладно, подожди. Может, мы можем войска своим фигарить? Давай. О, господи ты боже. Господи Иисусе. Господи Иисусе. Возможно, отдать дар по причине. Неизвестная теперь причина абсолютно. Так. Так. Да, религия, нейтральных отношений. Опять же наземные силы. Наземные силы мы немножечко можем сейчас усилить. Немножечко. Может, нам повезет. А может, и не повезет. А может, и не повезет. Будем смотреть. Султан, напойди на Сербию. Нас не трогай пока. Так, после. После, в связи с Сербией. Фиг. Фиг. Шесть. Нам чуть-чуть. Чуточку буквально надо. А, слушай. Мы можем деньги теперь отправить. И лучше наши на треху. О. Вот оно что. Вот оно как. То есть, получается, займы можно взять. Просто надо в дефиците не находиться. На треху можно улучшить. Нам надо... Нам надо побольше улучшить. Нам надо 50 где-то кинуть. Давай еще два заема. Обстанье. О, на шесть. На шесть можно улучшить. Отправляю сюда. Так, одиннадцать дней ждем. Ждем, ждем, ждем. Стоп. Шестьдесят восемь, да? Так. Лучше на шесть. О, сейчас бровень может получиться. Буквально бровень. Сейчас наше войско непобедимое нафигарим. Шестьдесят восемь пока, да? И единичка придет. Мы еще немножко себе войск потянем. Войско готово. Шестьдесят восемь минус шестьдесят восемь. Вот. Осталось только... Все. Отлично. Отправить ему. Отправить. А нельзя одновременно, да? А ему вот так отправили. Все, ляг, согласен. Союз. Стоять тоже согласен. Союз. То есть осталось нам, ну, буквально пара дней. Максимально лучшими отношениями. Все, ляг, соглашайся. Все, теперь отлично. Теперь все просто отлично. Так. Займы у нас есть. Надо дипломатов в Польше поддержать. Теперь лучшие отношения. Придет. Семья можно будет. Ну, окей. Нам будет наследника поддерживать. С поляками очень классно будет. Потому что это все. Фигарить. Просить карты можно. Это ставить на ход войск. Для дополнительного улучшения отношений. Вот. Так. Вот так. С денежками у нас пока минус 0,30. Слежим нервничею понизить. Слежим нервничею. Слежим нервничею. Процент познений. Слежим нервничею. Один. Ссоветника. Ссоветника, наверное, уволим. Потому что в плюсик на однишки. Сколько займов взял я? Четыре займа. Немного. Немного. Войск, наверное, вообще уберем пока. Ну, на займы будем пока тратиться. Вот. Так вот. Отлично. Просто все зашибись. Другой лигой распущен. Да. Так что наш милый друг, дяденька Султан, мало что сможет теперь сделать нам. В принципе, сеть фигарит. Милый мой друг. Милый мой друг Султан. Дядька. Такие пироги. Так. Окей. Крым веселый тут. Ну, потому что я тоже брага у Крыма. С ним тоже теоретический союз возможен. Так. А, кстати, можно смотреть, насколько у нас связь дипломатических доступна. Глянуть только на двух сторон. Еще одна доступна. Потому что Афина. Я думаю, что у Австрии соперник дядька Султан. Думаю, они будут сговорчивыми. Я думаю, что теперь дядька Султан такой подс будет. Он сделает все, чтобы с нами все было. Я ошибись. Иначе же придут от Мутузи это вовсе. Богоспомность застегивает очень долго. Да. Ну, надо просто ждать. Ждать, когда на нас нападут. Тут, собственно, все. Так вот. Будем ждать. Так. В Польшу дипломата. Дипломата в Польшу отправим поддерживать наследника. Вот что мы сделаем. И дела. Бастовочка у Афин. Коррупция. Ничего страшного. Потратимся на борьбу с коррупцией. Немножко буквально. Надо будет так. Займ. Сколько там займа будет стоить? 24. Пукатика. Нормально. Куда ни шло еще. Вот. Первый займ выплачиваю. Поддержим потихонечку. Польского наследника. Не знаю, что можно сделать. Пока. Пока. Немножко непонятно у меня в этом плане. Кстати, в Багеме я тоже соперник у Польши. Так что с Австрией. Думаю, терок у них пока не будет. Так что с Австрией будет интересно с Венецией, кстати, повоевать. Мы можем сфабриковать, допустим, претензию на Крит. Чем-нибудь такое. Венецию нужно кохать, тяпать. Флот у нас кое-какой есть. Но Венецианский, конечно, сильнее будет. Мне все-таки кажется, что Дядька Султана нападет на нас в ближайшее время. Просто ждем. Можно шпионскую сеть, кстати, бахнуть у него. Стой. Сфабриковать претензии. Ломата влияет на правителя. Пришла дипка. Дипка пришла. Да. То, что Дядька Султана нападет, это вопрос времени. Пасть не впадет. Сколько, кстати, максимум рекретов у нас тысячи? Ой, 14 тысяч. Понятно. Все ясно. Так. Завстрый дипломат нужно пока, наверное, убрать. Будем фабриковать претензии. Тихоньку. Что тут можно такое? Интересно. Туда бы пробиться было бы неплохо, миноров поубивать. Давай на Каджаэле попробуем. Фироман в союзе с Кандером. Можно, кстати, Караман, по идее, было бы за союз, но Дядька Султана на него очень скоро нападет. Поэтому, думаю, это гиблое будет решение. У Австрияка родился наследник, так что без паники не будет никакой унии. Ни у кого. Мы можем, кстати, разозлить одного моего друга. Плюнуть ему в лицо. Плюнуть ему в лицо. Так, копеечки. Копеечки, конечно же. Нам нужны копеечки. Афины предлагают брак. Ну, почему бы и нет. Из кредитов своих выйдем совсем скоро. Пара займов устроится. И можно будет поставить армию на содержание. Готовиться. Вот надо бы начать еще строить. Кто изблокирует тут проходы. Потому что он будет призвиться вдоволь. Так, ликовать. Претензию, пожалуйста. Какую бы претензию тут. Давай вот на эдирное. Если у меня ее не... А, она у меня есть. Отлично. Так, ну что тогда? Давай вот тогда на Бигу. Эти пробы, они важные. Они паралитик контролируют. Поэтому их было бы неплохо держать. Еще сейчас можно будет выплатить еще один кредит. Соби. Соби. Султан, ты что делаешь? Лучше забывать сервера. А что не делаешь этого? Фишка танка, что ли? Так, еще один заем. Так, еще один заем. Последний остался заем. Последний кредит. Последний герой, последний кредит. Путешествующий министры. С таба, конечно. Это же доход от налогов тебе, там еще какие-то плюхи, да? Что там такое? У нас беспорядки упадут. Ну, у нас их, по идее, не должно быть. Кто-то бы станет тому, что... Магейцы и ахейцы, они не должны бы вставать. Они позднее появились, чем в Византии. Понятное дело. Потому что, кто не знает Ахея, тут подразумевается не как ахейцы, типа греки древние, а как герцогство, которое существовало некоторое время после византийского разбава. Так, там итальянцы больше, более чем греки даже. Подчеркнул претензию, да? Претензию. Никого бы. Ну, вот эту вот пробу, давай. Потом надо бы еще на Болу, на Кандор, можно будет подать. Спокойно. Вот. Было бы неплохо, чтобы дядька Султан на нас не нападал до выплаты займа. То это совсем как-то печально будет. Ну, потому что есть возможность того, что он пройдет сразу сюда, в Константинополь, и перебьет моего бойска непобедимое. Поэтому будет опасно. Немножко. Ну, кто знает этих придурков, они могут тупо стоять, тут никуда не идти. А, могут и не стоять тупо. Да, кстати. Сейчас. Посмотреть. Что им не нравится, ну, кроме благосклонности. А, ну, понятно. Австрияку еще отдаленная война. Это, ну, соперник Коли. То Австрия нам поможет в любой момент. Надо только благосклонность копить. Она будет возрастать долго. Да. Поэтому. Разогнаться нам с вами. Потребуется какое-то время. Так. Следующая претензия, значит, на Болу. А, вообще Австрияку можно попытаться земли пообещать. Ну, вряд ли. Будет в чем-то тут заинтересован. Ну, можно Албаню будет накинуть. Так. Болу. Поляку можно накинуть сидисты, допустим. Они, кстати, все равно им плохо будут от этого. Наверное. Посмотрим. Если Левик Султан не захочет на нас с вами нападать. Это вряд ли. Он обычно... Обычно он нападает. В любом почти случае. Что это там такое? А, Бургундии вообще, что ли, нет уже? Она стала Австрии. Два та какая. Окей. Кьюби. Сейчас кредит свой выплатим. Левик Султан не хочет пока. Ну, совсем не хочет нападать. Админочка. Люблю Византию. У нее вентики такие хорошие. Так. Новая претензия. Я претендую. Знаешь, на что, мой милый друг? Допустим, на Минтэше или на Суглу. На Суглу давай. Вот все претензии на Бабаха. Дядька дипломата, скучающего, кстати, можно, знаешь, куда кинуть? Куда-нибудь. Куда-нибудь сюда посмотреть. Куда же. Надо посмотреть. У нас же ведь есть последний слот для связи. Можно засоюзиться, например, попробовать с Палахией. Или с Венгрией. Не, Венгрия, наверное, вряд ли. Потому что сильные союзы есть. Или нет? Венгрия на Вунию упасть. Может, в старьяку, так что, в принципе, пофиг. Да. Тут. Тут надо кого-то такого найти. Кого-то такого, у кого благосклонность будет расти. Было бы неплохо тут. Что-нибудь такое. Давай, наверное, Балахию кинул. А что мне подтягивать? Не знал, кстати, что румыны православные. Сказал, что цыгане, а не цыгане. У них своя какая-то ера. Ну. Не знал. Не знал. Так, займ, давай, выплачиваться. Так, теперь самое интересное. Бежать, как я посетил Дукатик, скринение, коррупция. Сколько мы там? А, ну, скорость скриней, наверное. Можно, в принципе, потратить максимум. Коррупция изменится за один год. То есть у нас ровно нулям пока. Ведет к султану. А, претензию придется вот так, как называет дипломата. Барковать. Окей. Так, и снова создаю сеть. Скоро предки наследования. Черт, пока синяя. Коррупция, как только станет нулевой, надо будет экономику чуть-чуть другую сделать. Вклад, казна увеличится. Или же престиж, лояльность. У меня будет денежку, наверное. Так, что-то нервально со словами. Да, пофиг с ним, наверное, пока. Появится у них потом своя лояльность. Все будет таки. Дед к султан больше не может быть сперником в Византии. А дед к султан еще и в связи с богемией. Как интересно. Как интересно. Улучшаем. Этот прикол. Так, султан с богемией дружит. Ну, есть какая-то своя романтика в этом. Так, Сиена. Понимаю, подожди. Австрия, я так понимаю. А, Австрия не боюет ни с кем. Окей. В общем, повезло мне, что сопернические такие связи удалось наладить. Отношения у нас хорошие, так что все хорошо. Все, окей. Дед к султан, давай. Ходи еще тут что-нибудь. Какую-нибудь приколюху. Сфабрикуем. На тебя. Феодора, Хасай. Нет, что хотят. Еще дед к султану, друзья, добавить. Интересно как. Так. Давай ищу еще. О, он военку всех качал. А мы пока не можем. Сколько там технологий надо? Сколько очков точнее? 688. Уношения восстановлены смеллюсь. Крестьяне или фанк или лояльности. Скратегия влияет на правителя. А вот это класс все поемки. Все поемки это клево. Это очень клево. Так, а у Польши, кстати, кто в союзниках? Извините, я брендебил. Понятно. Стало быть. Посмотрим сейчас. Как все будет. Кстати, а кто в сопернике нам теперь доступен? Или никто? Нет, никого больше нельзя. Добавить. Так, иксу там. У меня что-то. Ксиджин у тебя уже есть. Бруковать. Ищу претензию. Все. Последняя претензия. Окей. Валахия. Давайте, наверное, засоветимся. Попробуем засоветиться с Валахией. Да, Валахия, она может нам попробовать помочь. В господности у нее будет больше. Поляку можно земли пообещать. Валахию. Валахию же можно другому что-нибудь снисторить. Так, нам возвращение, оказывается, было ли так. 43-43. Все пока... Все упирается пока в эту чертову благоскромность. Надо держать отношения с ней. О, поднялась на единичку. Ну, блин, 50 лет ждать. 50 лет ждать, чтобы детьку Султана нагнуть. Это уж слишком. С другой стороны, мы Дип-Идеи сможем успеть прокачать. Нам бы не только могли его сожрать по-группному, так скажем. А дальше... Дальше будет проще. Так, давай, наверное, дипломата в Польшу вернем. А то чего... Отваливаться. Благосклонность поляка уже треха. Отлично. Отлично. Я все вот это отценирую, наверное. Потому что очень важный момент этот сейчас. Настережение армии надо вернуть. На всякий случай. Готовым к труду и обороне. Настережение злодин, крепостник крепости. Пусть сидят в консервленном виде. Палахию надо... Не знаю. С Палахией было бы неплохо, конечно, как-нибудь... Союз какой-нибудь сделать. Не дядь-ка Султана ее замочить просто может. Так. Так, так. Султан. Это с Ванагулу. Завоевает с Сергией. Куча дал предупреждений всем. Так, давай мы его отказуем. Сейчас пока берем дипломата из Валахии. Есть у нас хороший показатель. Нашенье с Австрией пока. Лучшим. Лучшим. Подтянем мишени немного. Подождем. Гост благосклонности он будет у нас. Пока будем качать тешки. Заниматься микроменеджментом веселым. Очень. Можно, кстати, приготовиться уже Афины. Присоединять. Комани. Тут нам не пригодятся так. О, дядь Ксалтана с Кабарикова на Византию. Ты, ну, Константинополь с Богом, дорогуша. Я только рад буду, если ты на нас нападешь. Потому что у нас столько друзей. Сколько ты себе представить не можешь. Так, ну технология храма. Все вкачиваем, конечно. Нелояльные священники. Скоро станут лояльными. Так, что мне сейчас надо? А, в Афины. Отправить дипломата. Савстрии максимально вернули себе отношения. Стало быть, Афины. Получить отношения. Проводить. С Афинами теперь будем подтягивать отношения. Ай. Австрия и Сербия. Отличная уния после смерти монаха. Это весело. Так, с Польши един брак. Сейчас я с Польши быстренько уберу. Австрия и Динбрак тоже. А, Австрия мне предлагал уже Динбрак. Ладно. Наследник у нас родится. Прямо в детстве. Отличная уния. 48 лет. А у нас, кстати, общая династия с Минфератом. Это веселуха. С Минфератом у нас общая династия. Да, палеологи. Веселые палеологи. Блин, ну это не смешно будет, если... О, Польша и Австрия будут воевать, короче, за наше наследство. То есть мы можем в унию упасть кому-нибудь из них. Вот это тупо. Вот это тупо. Да, это совсем тупизм какой-то. Примечается. Польша с Австрией будет выводить. К Султан в это время нападет. И сожрет всю дублесную нашу Изантийку. Вот что будет. Ладно, дядька Султан. Так, сейчас. В Афины же брать еще. А, есть. Есть брать с Афинами. Хорошо. Формирование монополии. В торговле дипка. Или полная выплата казна нам пока нужна. Надо флотно бабахать. Или же построить церковь. Заход налогов в провинции. Плюс фигасе 030. Давай церковь построим. На Фантинополе. Лидка Султан, нападай уже давай. Ты же тупо у меня стоишь. Храбрые люди. Это все отлично просто. 120 уже отношения. Сколько у нас по лимиту? О, можно еще один отряд. Нафигарить. Будет. Понятно. Что с вами ясно. Генрия на нос еще. Окей. Не длежит мол. Эйк Султан напал на Ак Кюнглу. Так. Афин из Польши пока никак. Будем ждать пока. Так. Сколько там? Какие-то 20 пока благосклонности. Тут треха. С поляками каждый второй год благосклонность растет. То есть, знаешь, что можно сделать? Можно попробовать. С Валахией. Да, давай Валахией сейчас. Союз тоже кинем. Польша и Валахия. Они нам нехило так смогут помочь. И так. Сколько войск? Польша и С Литва. И Дерек Султан сам, конечно. Но не стоит забывать что-то про Богемию. Это может быть опасно. Валахия 8000. Польша. Так, Дерек Султан 32000. Богемию еще надо проверить. Проведать, проверить. Так, Богемия 17000. Но это еще куда не шло. Так. Так. Плюс Богемия может быть занята чем-нибудь. Спокойно Дерек Султана отборить. Молдавия еще 7000 не сбываем. Мазурия еще 4000. Так. И кто там? Валахия. Так, Валахию посмотрел. А, Литву не посмотрел. Польша, Литва. Польша плюс Литва. 26000. И Литва. КВ. КВ. Так. Литва. Ты же где? 25. В общем, и Гребет Дерек Султан. Однозначно. Так что нам достаточно богосклонности Польши. Набить. Все будет окей. Главное не сдохнуть. Случайно. А то в луне упадем, будет тупо. Будет очень тупо. О! Родился наследник. Я назову его... Деметрий. Деметрий. Деметриос, да? У них же, у византийцев, что там, такое имя было? Деметриос. Как-то так. Вот. Деметрий, Деметриос. Класс. Так. С Польшей богосклонность растет довольно быстро. Так что все-таки нормально. Пойдем. С Палахами надо. Союз. Все-таки нефигарить. С ними будет еще быстрее. Главное только... Главное только тут... Осторожней быть с Палахами. Потому что здесь к Султанам можно напасть в любое время. Дня и ночи. Так, с Палахи, значит, мы подружились. Султан варится к Кынлу. Пока. А кто у Кынлу? У них же союзники есть. Не овощи же они? Да нет, они овощи как раз и имеются. Печалька. В таком случае. Валахи. Богосклонность будет каждый год расти. То есть с Валахи мы сможем шустро разобраться. Потому что на них не напали. Детя в Султан и Бенгрии. Детя в тюрьме у нас в принципе и так нормальная. Беспорядков особых нет. А вторитет в тюрьме нам тоже в принципе не надо. Особо. Так что норм. С Афинами скоро разберемся за аннексимых. Свою экономику поднимем с колен. Платили там у нас. Сословие вернули себе нормально все. А в следующем седьмом нашим пол 644. Нормально. Данцы. Тифтошки огребли. Вот и славно тоже. Так что ждем. Просто ждем. Не спешим никуда. Да. Да. 162. Золотой век культуры. Превосходно. Валахия. 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 Есть. Нужно с ним пытаться союзиться. Пробовать пытаться. С Афинами уже почти. Дипломаты впали в немилость. Что-то дипачков. А же еще дипрепа упадет. Немножечко. Не стоит это разбывать. Да. Ох как не стоит. Бега себе у нас моряков стрелили. Вот так. Местцы. Стрелили моряков. Преграничный конфликт. Позвольте. О боже мой. До нас срать на дядьку султана. Вношение к врагам все перекрывает. В принципе. Сейчас. Допустим. Ну допустим. Мы сейчас войну бы объявили. Как было бы. Да. 44 дипрепа. Плюс 4. Как полностью. Все в благосклонность падает. А вот тут вот как раз от дипрепа зависит. Валахин. Валахин. Стрелили моряков. Немножечко. Обстрел. Тоже. Ну ладно. Тогда давай с афинами просто дипломат поддержим. Потому что Польша и Валахи совсем скоро можно будет нападать. По помощи Польши и Валахи. Лучше отношения с Польши. Мы получили возвращение с Генуи. Забрать Паренцис Цио. Это вообще где? Так. Паренцис Цио. Это вот это что ли? Опа. Византийские сепаратисты тут гуляют. Класс. Вот это будет прикольно. Да, братишки, давайте. Появится у нас сейчас пробка еще. Класс. Ай, ублюдки. Больные. Не идите сюда. Генусь Францисой. Гасит тупо. Как это все? Так. Гена, я так понимаю, гребла. Отлично. Просто отлично. Ну, если Девка Султанин пойдет, думаю, эта территория нам отвалится. Будет классно. Будет просто отлично, мои господа. Гена опять пришла. Сейчас опять передохнет, надеюсь. Византийские сепаратисты. Кстати, можно поддерживать бложие. Недовольных. Пытаться. Сколько угинует виз? Супер генует. А, их 6000. Все, нормально. Они уже не смогут больше никого отсюда сюда присылать. Града требует. Грава. Старая. Грава или бюджетность чуть-чуть. Отпустим у себя. Так. Увеличится размер шпионской сети на минус 25. Интересно. Очень странные вещи. Умер гегелон. Сейчас надо исправить это недоразумение. Гегелон, давай брагу заключим с тобой. Там сейчас Гогенцоллерн будет править. Вот. Сколько там уже благосклонностей этой весновутой тюра. Все еще. Окей. Так где-то лет 10 ждать мы сможем напасть. Османской империи бренды богемии все съела, а на Силизию это нормально. Так, хорошо. Стояк, кстати, может спокойно напасть. Лапстер, давай пока тянем отношения. Написали мне. Ага. Главное технические очки. Будем опять технологии прокачивать. Вот это снова. Здесь пикнов. А ты мне нужна свобода. Геннесский флот походу там опять снимается. Опять огреб. Вот это класс. Скорее бы уже мы эту проволоку включили. Глубок классно. Глубок классно, чтобы... Так, Австрия просит помощь во слийском завоевании державой Франции. Австрия завоевания Франции. Геннесский военнонал. Геннесский войск мало. Толком нам не поможет. Ой, не поможет не помешает, так что все будет просто, по-моему, очумительно. Плюс еще Англия воюет с Францией, так что я думаю, что все только на благо нам пойдет. Сейчас геннесская армия. Надо только крепость поставить в содержание и военноналог вести. Так, Франция. Ты имеешь 43 тысячи войск. Австрия сколько войск нет. 51. Ну, все, вопрос тогда снят. Австрия затащит. Геннесская мы смотрели 6 тысяч без игр. Нормально. Можно еще посмотреть, какой флот у Геннесская. Не фигарить, может быть, себе еще флот. Выполнить на армию туда. Отправить. Даже получим что-нибудь согласиться. А то Австрия еще в союзниках. Зантия, Венгрия, Арагон, Флоренция. Так, все сейчас. А, слушай, только Венгрия и мы вступили. А Геннесская отказалась, да? Геннесская отказалась забронено. Ну, вот и отлично. Тогда мы будем обывателями, может быть, даже благосклонности. халявный получен ни за что. Так что отлично. Слушай, пятый год и так она растет. Будем чуть-чуть обывателями. Вот. Ну, а своя терка Биг Султан. Ой. Ой. Спаратисты наши, братушки. 7,9 тысяч. Класс. Когда они уже свое дело сделают черное, дадут нам в пробочку. Сплю и вижу этот момент. Так, Аксос, Афины. Сколько у нас на минус 0,83, да? Давай Константинополь берем содержание. Нужно пока нам. И вот это тоже можно убрать, пока французы не пришли. Вот. Вот тоже уберу. С французами будем обывательнее. Лемонт очень цилизировать не смогли бы эти территории. Поэтому сидим ждем. С стояком максимально улучшено отношение. Султан союзный с Богемией. Богемия пока ничем не занимается. Ну-ка, что Богемию интересует? Ее интересует маленький и добрый Вюртсборг. А также территория Венгрии. Венгрии, Султан и Венгрии. Интересно. Очень интересно. Окей. Генрия сейчас опять угребает. Прикротов теряет и сливает. Так, а что там? Кармия перемещается к Французу Аубега. Надо прибыть туда 11-го января. Где Француза Аубега? Интересно. Подожди, как это называется? Давай посмотрим, интересует. Алла Бенга. Сейчас. Провинцию. А, это, наверное, генуэзцы куда отступают. Вот он и что. Окей. Все ясно. Восстанавливаются войска. Слава тебе, густой. Крымские спортисты в Генуэ. Там тоже сидят. Так что лепота. Лепота. Дамы, господа. Салтан кучу войск сверху держат. Хоть бы он не напал на Генуэ пока. Тогда получим себе кучу всего. Так, а что это такое? Вот это зелененькое. Ну и армия же перемещается в принципе Альбинго. Что-то очень странная вещь. Строяк. Строяк гаист французов. Так что нормально тут все. Абсолютно. Венгры слились, поэтому там есть своя доля романтики. Польша. Превысклонность шестера. Отлично. А с Палахи сколько уже. Четверка. Палахи его десятку получим полностью. Однозначно. У Детька Султана оказывается столица выдирная. Так что нам надо будет что-то тут изобретать. А, надо флот же ведь еще будет зафигарить, закрыть, попытаться. Все это макобесия. С Янгей надо будет еще чем-нибудь. Если Детька Султан побьет наши войска здесь в Константину, надо будет пытаться что-то как-то там войска нафигарить. Будем счастливы. Вот. О, субсидии. Она нуждается в советнике. нифига. Не нуждается. Мне надо защиту крепости дополнительную. О, Акстеринам бабки теперь дополнительные платят. Классно. Давай флот фигарить потихоньку. Потому что Детька Султанский флотом тут так себе. Надо бы боевое что-нибудь одно хотя бы. Хотя бы один боевой корабль. Сюда. Кагаку. Ну. Один боевой достаточно. Гоню Кагаку. У Детьки Султана их вообще ноль. Тут одни транспортники. Такие лабуда всякие. Торгулы сюда какие-то. Денежки у нас нихи вот так теперь плюсуются. Можно в барки фигарить. Это отлично. Умер Габсбург. Сейчас мы ему брак заключим. Превосходно. Так. Ну и стратегии влияют на правителя. Больше солдат. Угу. Так. Мы ждем. Между тем сидим обывателями. Можно было бы кого-нибудь скинуть конечно во Францию. Сколько флот у нее? Армии Франция. А. Флот. 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 Армии опустил. Флот же нужен по-ранциски. Три, шесть, восемь. У них большие корабли есть. плавают где-нибудь тут. Да и мы вряд ли смогли бы национализировать эту территорию. Ладно, не будем париться. Сидим, высовываемся. Продвигаем свой сепаратизм. к султанам гуляет туда-сюда. Что-то изобретает. Еще денежки. А еще лот офигарен отсюда. Так, Валахия. Сколько там? Шестера благосклонности. У шляхтича тоже шестера. В общем, Валахия скоро будет готова к всему. И поляк тоже. Примерно через 7 лет эту войну можно будет начать. Я думаю, начнем с нового эпизода эту войну. Сейчас просто посидим и наблюдаем, как дела идут у Австрии. Австрия тут сидит веселиться. Еще денежка. Так, война идет веселая. бой точнее выписываю. Все сюда надо отправить. Давай Австрия отмочи их. Презитивность увеличится. Да, давай. Презитивность нет. Фоматы дип дают. Австрия продолжает нагибать французика. Ученики больше не подвержены какому-то модификатору. как там можно кстати вот с горожан нужно стрясти денег. В чумбы и нет. Так, дворяние. Ну, нам надо будет только воеводство от влияния. Это потом немножко. Так, священников лояльность. Не, фигня вся от священников идет. Пока. Так, лот. Барки мы все заказали. Так что пока подождем. Можно здесь за 438 дней барки. Фига быть. На караку денег нет, да? А, у нас уже все лимит флота исчерпан. Ладно, давай тогда обойдемся. Итак, настраивали более-менее неплохо. Так что все окей. лимит султан все еще пытается разобраться с фигней этой. Византийские спортисты, давайте уже скорее отваливайтесь. Наверное, лет 10 уже пытаются там зафигарить. Гибку потерять. Так, гибку пристиж нам надо. На боевой дух влияет кто не помнит. Так. Кораблик Костентинополь. Еееее! это наша точка. Отлично. Просто отлично. Так, надо ее владением сдать с вами. Так. Просто превосходно. Взяли на халяву, провинции получили. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Вот бы у Дядь Ксилутана такой постановка или нет. Ну, он все равно разгонит. 82 денежки, что мы можем иметь учить. У нас лимит... А, у нас лимит флота увеличился, давай караку бабахнем. Две караки будет. из войск... Из войск... Что у нас? 7-3. Давай пехоту добавим. Потому что война облизится. Надо уже быть во все оружие. Автоматы продолжают делить направителя, что круто. Согласитесь. Так, на следующку 7 лет провосредние. У нас не все с ним понятно. Будет где-то около 60 дебютинностей у него. Так, стоять у нас. Флот еще лимит фигурится. По лимитам армии что, осталось что ли 11? Печалька какая-то. Этимология. Ну, все, военку, админку и все остальное мы вкачаем. Идеи, думаю, надо будет в самом начале брать дипломатические. Ну, дип-идеи. Так, вот. Давай глянем что там у нас. О, что это за порнуха? Все. Так. Так, так, так. Ей, целая единичка благосклонности Австрии. Ну, Австрия это имба теперь будет лютейшая. с другой стороны нам, ребятки, будет сложнее с Австрией в будущем. Потому что их надо будет вену отжимать, французский регион сам по себе. Да, я думаю, что Порошка еще поднимется с колен тут. Так что все должно быть просто отлично. До склонности Австрии четверочку дает нам пока неплохо. на сколько там теперь поднимается каждый какой-то все еще пятый. Австрия будет нашим прикрытием просто. Пока. Сколько 6, сколько на 647? Давай подтянем еще. Улучшить наше нерв. Вот, будем сидеть ждать. Караман объявил византию с соперником. Боже мы до нас срать на этот Караман у нас тронуть-то даже не сможет никак. Кого мы можем интересно в соперники добавить? Есть кто-то еще свободный. Нет, Ксултан. Ксултан я тебя в соперники опять отправляю. Во имя любви. Кстати, как там у Польши гонка за наследника идет? Асканье? Это что это за фамилия такая? Кто это такой? А, Ангалит Саксон Лунгборд. Вот. Потому что византию тоже неплохие шансы имеет. То есть нормально. Все норм у нас тут пока. Вот. Сейчас флот у нас фигарится же, да? Крако. Получаем прибавочку к денежкам. Вот моряки еще имеются для починки кораблей насколько помню, да? Отлично. Сидим пока набиваем отношения технологии. Админские. Беру я антипидеи. ради военного счета от провинции в большей степени. Так, на странный дипломат. Диптехов. Так, давай, наверное, вкачаем пока идея на дипломата. Следующий, а потом диптеху починаем уже. Максимально улучшено отношение с ляхом. Вот, так что можно теперь тихоньку жонглировать улучшением отношений. Так вот. Пам-па-ба-бам. Па-ба-бам. Папа-пам. Так. Шлях Ищ. Каждый третий год теперь растет благосклонность у них к нам, и не каждый второй. В этом загвоздка имеется единственное предложение можно казаться организацией. Рестиж, давай. Аллахия. В Аллахия у нас уже в принципе нормально с ней все. Будь-ка Султан. Будь-ка Султан тут стоит недобро так посматривает. Включаем военку. Будь-ка Султан тоже с военкой. Неплохо. Восточное паучение. Верия. Восточное ополчение. Можем строить здание. Давай построим на этом налоги-то. Тут 06 010 А, слушай, что-то как-то не очень круто-то-то. Давай, Вахия. Бабахнем себе здание. Что там? Сеть какая-то создается. Убираем завтра и пока дипломатика. Да. пофига себе. Ну да, то есть, получается, мы вряд ли с вами смогли вынагин даже тогда напасть. Старяк все дела. Никогда только появилось возвращение. Биг Султан напал на нас. Ах, милота. Ах, милота. 50 очков военки. Так, 17 у нас тут этих всех. Ух, сколько народу вступило. Класс, Валахия вступила, все вступили. Так, милота, дамы и господа. Просто милота. Австрия лично. Значит, Дед Ксултан на нас с вами попадает, битва, хочется, не хочется, произойдет. Главное, чтобы мы отступить смогли. Туда куда-нибудь к себе. Вот. Дед Ксултан делает самую большую ошибку в своей мерзкой жизни. Окей. Сколько мы там с вами болтали? Сейчас 14 минут. Давайте закончим на этом тогда. И в следующем эпизоде, который завтра, в понедельник будет, сыграем эту убойную боевашку. Да, с вами был Дмитрий Таро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте к лицу вверх. Всего доброго. Увидимся в битве с Дедка Султаном. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!